Азбука спорта Сегодня в Азбуке спорта Три упражнения для тренировки с ребенком Мы будем выполнять выпад назад, а также боковой выпад Паркур в условиях спортивного зала Им нужно преодолеть какое-то высокое препятствие Что такое хороший аппетит? Консультация детского доктора Аппетит это то, с каким удовольствием и как интенсивно человек поглощает пищу А также ароматный витаминный чай и пикантная брускетта Как еще можно развить свою силу, ловкость, координацию, если не заниматься фитнесом? Я не знаю Если вы найдете такой способ, обязательно сообщите А пока приглашаем на тренировку Здравствуйте! Сегодняшний комплекс упражнений будет направлен на проработку мышц ног, а также ягодиц Нам понадобится небольшое функциональное оборудование в виде мяча Если у вас нет дома этого функционального оборудования, вы можете взять любой домашний предмет, который создаст определенное отягощение Вместе со мной сегодня будет тренироваться Лиза А вам же я предлагаю позаниматься вместе с нами в ближайшие 10 минут Поехали! Первое упражнение будет на основе выпадов Мы будем выполнять выпад назад, а также боковой выпад Готово? Поехали! Самое главное следите за техникой выполнения упражнения Оба колена должны находиться под углом 90 градусов Макушкой тянитесь наверх и контролируйте положение своего корпуса Итак, ставим ноги на ширине плеч Из этой позиции делаем выпад назад Опускаемся вниз И поднимаемся наверх через колено И все то же самое выполняем только с боковым выпадом На выдохе поднимаемся наверх, поднимаем колено Снова выпад назад И выдох Повторяем 10-15 раз Второе упражнение будет выполняться из исходного положения полуприсед с разворотом Для этого необходимо поставить ноги на ширину плеч Опуститься вниз Бедра держать параллельно полу Из этой позиции мы будем шагать в диагональ с разворотом назад Правая нога Выдох И возвращаемся в исходное положение И все то же самое повторяем на левую ногу В третьем упражнении нам понадобится отягощение У меня в руках мидбол несколько килограмм Для детей можно подбирать вес, который им комфортно держать Необходимо поставить ноги чуть шире плеч Я буду делать присед вниз Опускаясь тазом максимально назад И на выдохе делать подъем И со следующим разом я опущу мяч вниз И заберу его снова наверх Таким образом необходимо сделать 15-20 раз Поехали! Итак, выполняйте каждое из этих упражнений Примерно 15-20 раз Не спешите Ведь самое главное в тренировке Это правильная техника выполнения упражнений Если у вас есть силы и достаточная физическая подготовка Можете сделать несколько подходов этого комплекса Чем раньше вы начнете тренироваться Тем быстрее ваш организм будет чувствовать себя бодро и здорово У паркура очень занимательная история Когда-то он задумывался как способ подготовки спасателей И действительно, спас многие жизни Теперь паркур существует и в экстремальном уличном варианте И как тренинг ловкости, силы и координации Паркур — это такое акробатическое направление Которое за последнее время действительно вошло в моду у подростков В нашем центре мы позиционируем это направление как безопасный паркур И ребята-подростки, они хотят изучить какие-то трюковые акробатические элементы И вот мы предлагаем им возможность как раз в рамках зала Где это будет более в безопасной форме происходить Изучить таковые элементы Как правило, у ребят в рамках занятия проводятся так называемые полосы препятствий Которые моделируются тренером с помощью наших мягких модулей Им нужно преодолеть какое-то высокое препятствие Им нужно правильно приземлиться, правильно уйти в какой-то пувырок, например Для того, чтобы избежать травмирования Ребят учат правильно и профессионально и грамотно Выполнять все или иные трюковые акробатические элементы В рамках занятия ребята получают общие физические укрепляющие упражнения Им нужно развивать свою ловкость, выносливость, силу, координацию То есть все физические качества Потому что без этой базы, базовой основы Невозможно будет выучить более сложные элементы акробатические Какие-то задания нужно выполнить технически правильно Для того, чтобы избежать травмирования А какие-то элементы, которые включают в себя несколько упражнений Их нужно выполнять, естественно, на скорость И здесь уже больше развивается ловкость и быстрота движений Помимо координации, выносливости и всего остального Это прежде всего укрепление здоровья Ребята получают очень хорошую физподготовку Они находятся в прекрасной физической форме Они развивают свою координацию движений Ловкость, быстроту, выносливость В любом случае это может в жизни пригодиться в любой ситуации Но и в дальнейшем мы надеемся, что ребята После окончания, допустим, занятий этим направлением Они, может быть, пойдут в какой-то другой вид спорта Возможно, они в дальнейшем просто для поддержания Своей хорошей физической формы и здорового образа жизни Они будут продолжать посещать фитнес-центры, например Тренажерные залы Но у них уже будет элементарно, начальная Какая-то физическая форма и подготовка Которую они будут в дальнейшем развивать У вас хороший аппетит? А хороший? Что это значит? Детский доктор о том, должен ли у ребенка всегда быть хороший аппетит И чем он отличается от чувства голода? Что такое аппетит? Что такое чувство голода? Аппетит это то, с каким удовольствием и как интенсивно человек поглощает пищу Аппетит может быть связан с чувством голода И может быть не связан с чувством голода Ибо чувство голода это ответ нашей нервной системы На снижение уровня глюкозы в организме Это абсолютно объективный показатель И он связан с биохимическими процессами Аппетит, он может связан быть с чувством голода у здорового человека И он может быть не связан с чувством голода у людей с психическими отклонениями Итак, чувство голода это объективная реальность Которую нам дает наш организм А аппетит это следствие Почему аппетит может меняться? А аппетит может меняться из-за физической активности Из-за настроения Из-за состояния здоровья Очень много факторов на него влияет Аппетит хороший это когда человек удовлетворяет свои пищевые потребности Адекватно, пропорционально своим затратам Вот это идеальный вариант Когда мы затрачиваем энергию При помощи еды мы восполняем энергию Плюс дополнительное какое-то количество строительного материала и энергии На существование нашего организма На поддержание температуры На восстановление клеток в организме На восстановление ткани в организме На симпатизм Но если повышен аппетит Настолько, что человек переедает Имеет избыток массы тела Имеет проблемы со здоровьем Это не хорошо Чаще всего Вопросы у родителей возникают Потому что их пожелания Относительно аппетита ребенка Не совпадают с реалиями То есть ребенок ест столько, сколько ему нужно Но меньше, чем хотелось бы родителям Поэтому давайте посмотрим на ребенка Если он антропометрически хорошо сложен У него нормальный вес У него нормальный рост У него хорошие анализы крови, гемоглобин Нет проблем У него не сыплются волосы Не выпадают зубы Все вовремя И он бегает, прыгает, скачет Он съедает ровно столько, сколько ему нужно И даже если вам хочется, чтобы он ел больше Отстаньте от ребенка Понадобится, он набегает и съест Не мешайте ему жить и развиваться Не старайтесь ребенка пичкать Не заставляйте ребенка съесть все до последней крошки Дети живут в режиме саморегуляции Набегался, захотелось кушать Он поел Очень хорошо, когда это привязано к определенному режиму дня Тогда кроме желания поесть еще и организм Будет в состоянии обеспечить пищеварительные соки Ферменты, они будут выделяться в нужное время Но если ребенок набегался и захотел пообедать чуть раньше, чем ему положено по часам В этом нет ничего плохого Если вдруг у ребенка был замечательный аппетит Всегда он пропорционален, он хорошо живет, развивается, активен И вдруг аппетит пропал Сигнал Подумайте, что произошло Может быть, он просто сегодня не выспался Может быть, он просто расстроен А может быть, это сигнал о какой-то болезни Поэтому, если снижение аппетита связано с появлением каких-то других симптомов Обратитесь к врачу Если это разовое какое-то явление Оно не заслуживает серьезного внимания Броскетты любят не только в Италии Подсушенный хлеб с разнообразными начинками Закуска, которая никогда не надоест Готовьте заваривать полезный ароматный чай И пробовать хрустящую броскетту С фруктами, орехами и горконзолой Для приготовления блюда понадобится Багет или чиабатта Хурма Груша Сыр горгонзола Грецкие орехи Мед Руккола Соус терияки Корень имбиря Лимон Тимьян Оливковое масло Специи Итак, начинаем с начинки для брускетты Очищаем и нарезаем тонкими слайсами Грушу и хурму Грецкие орехи измельчаем с помощью ступки Добавляем к ним кусочки горгонзолы Или любого сыра с плесенью Вливаем немного меда И аккуратно перемешиваем Вливаем в сотейник немного оливкового масла И выкладываем медовую смесь с орехами И горгонзолой Карамелизируем ее И снимаем с плиты Багет или чиабатту Нарезаем на ломтики И выкладываем на разогретую сковороду С добавлением оливкового масла Обжариваем с обеих сторон Затем на смеси оливкового и сливочного масла Карамелизируем слайсы груши и хурмы А пока завариваем витаминный чай Для этого используем веточки тимьяна Корень имбиря Лимон И палочку корицы Заливаем все кипятком И даем настояться На ломтики поджаренного хлеба Выкладываем карамелизированную сырно-ореховую смесь Ломтики хурмы Груши И листочки базилика Подаем брускетту Вместе с ароматным имбирным чаем Эта пикантная и питательная закуска Хорошо подойдет для чайной паузы И подарит энергию для активного дня Приятного аппетита! Детям тоже нужен фитнес Мы начинаем с малого И обязательно достигнем главного Отличного здоровья И хорошего настроения Давайте изучать азбуку спорта вместе Увидимся совсем скоро Пока!